Асель Айдарбек 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 отправляется и онлайном поступает салим тенге. Там комиссия 1,5% от суммы, минимально 200 тенге идет. Потом денежный перевод еще у нас есть в Western Union, Unistream тоже. Для этого, чтобы отправить, только нужно удостоверение личности и подойти в отделение Коспочты, автоматизированное отделение. У нас в Коспочте еще появилась новая услуга, это продажа ЖД-билетов. Чтобы купить билет, надо прийти в отделение Коспочты, и чтобы купить, надо иметь с собой удостоверение личности. Век новых технологий, и все-таки, наверное, в меньшинстве люди отправляют письма. А вот все-таки с самого начала изначально Коспочта и работала именно на письма, на то, чтобы люди могли общаться друг с другом в разных городах, в разных странах. Вот скажите, насколько активно сейчас южноказахстанцы отправляют по почте письма? Физические лица очень мало отправляют. Есть, но очень мало отправляют. Это если там в армию, или родственники, там поздравительные открыточки кто-то заходит, 8 марта, день рождения, там Новый год, это еще пишут. А в основном у нас основной поток – это организации. Отправляют там судебные, исполнительные, налоговые, всевозможные банки между собой, клиентам. У нас в основном письменный корреспондент на этом стоит. Как правильно заполнить все-таки конверт? Сначала заполняется фамилия или наименование организации какой-то, потом пишется улица, потом поселок, потом населенный пункт или город, обязательно область. Если это по Казахстану, то страну указывать не обязательно, а если идет за пределы, мы пишем страну назначение. Сейчас международные отправления все должны подписываться, все отправления латинскими буквами. Это связано с тем, что у нас тоже, если мы принимаем даже заказное письмо, наш оператор набирает все это латинскими буквами, и уже это отправление через онлайн, через интернет, оно автоматически можно проследить его в любой стране. Поэтому мы даже в Россию, хоть там принят русский язык, должны подписывать конверты латинскими буквами. Это обязательно. Вот скажите, насколько дорого сейчас стоит отправить письмо? Недорого. По Казахстану 60 тенге физическое лицо. Заказное письмо 200 тенге. Недорого. А если за пределы страны? За пределы 250, а простое письмо. Вот раньше можно было написать письмо, уложить его в конверт, и по городу стояли, ну они и сейчас есть, да? И сейчас стоят ящики почтовые. Ящики почтовые, куда можно было отпустить это письмо. Вот в каких случаях письмо не дойдет до адресата? Если там нет марок или что? Вот в каких случаях? Если оплаты нет, то не дойдет. Мы вернем его с первого пункта обработки, вернем обратно на доплату. Вот так. Если правильно адрес написан, желательно, чтобы указали правильно почтовый индекс. Это ускорит и доставку, и пересылку. Ну, несмотря на то, что все-таки у нас век новых технологий, и интернет у нас кое-как уже заменил, обычные письма, всеми привычные, бумажные, да? Но посылки заменить, к сожалению, интернет не может. Вот насколько часто у нас горожане отправляют посылки, и насколько это дорогая услуга? Ну, тоже не очень-то дорогая. До 3 килограмм у нас 1380 по Казахстану. До 3 килограмм. А там уже до каждого килограмма 700 тенге прибавляется, в зависимости от веса. Посылки тоже в основном идут. Люди отправляют воинские части. Это в основном. Ну, потом в селы тоже. Села у нас, например, у нас все люди любят курт. А у нас Южный Казахстан славится куртом, да? И там фрукты, сухофрукты тоже в основном. В Астану, в Оскаминогорск. Ну, многие отправляют. Во все, по всему Казахстану вот эти продукты. И за границу. Ну, за границу у нас запрещено. Фитосанитария, молочные, животные, растительные. К сожалению, нельзя. Ну, хотят все многие. Калина, скажите, вот для того, чтобы отправить письмо, либо посылку, какие документы нужны? Прийти на почту с удостоверением. Единственное, удостоверение личности обязательно. Посылки сейчас у нас в открытом виде принимаются. Раньше, если по Казахстану мы принимали в закрытом виде, только за границу в открытом. Сейчас мы полностью просматриваем каждое отправление. Все, что доложено. Потому что бывают случаи, что проводятся оружие, наркотики. Поэтому совместно с департамтом ДВД у нас проводится работа. Мы теперь все в открытом виде принимаем. Только удостоверение. Вот говоря о подписке, да? Поговорим немножко о подписке на любимые газеты читателей. Все-таки от этого никуда не денешься. Подписка есть. Расскажите, пожалуйста, насколько активно у нас вообще читают люди в Южно-Казахстанской области? Какие газеты предпочитают? Может быть, журналы? Детские выписывают журналы. Это точно. Детские журналы у нас есть. Потом молодежь выписывает джой. Вот эти молодежные, которые пользуются спросом. Потом местные у нас рабат. В основном идут организации «Казправда» и «Егемент Казахстан». Это в порядке. Но мелких газет очень много. Вот что касается подписки. Расскажите, как оформить подписку и долго ли эта процедура проходит вообще оформление подписки? Подписку можно в любом отделении почтовой связи оформить. Ничего для этого не нужно. Просто подойти к оператору нашему, сказать, какую газету он хочет. Раньше заполняли бланки, сейчас даже бланки не надо заполнять. Просто говоришь свой адрес домашний, фамилию и какую газету ему выпишем. Также подписку можно провести через интернет. Подписка есть у нас. Любой, не выходя из дома, также может произвести подписку, сидя у себя в интернете. А сколько всего у нас по области работают почтовых отделений и почтальонов? Почтовых отделений в области 388. Почтальонов в городе Шимкент у нас 180. Сейчас по городу Шимкент и вообще всем почтальонам мы выдаем смартфоны. В скором времени придут скутеры. Наши почтальоны разворачиваются на новую волну. Доставка почтовых отправлений также будет в онлайн. Вручают тут же, заказное письмо вручено. Тут же в интернете человек увидит, еще почтальон не вернулся на почту, вы будете видеть уже, что почтовое отправление вручено ваше. Также письмо и почта, газеты. Безусловно, сотрудники Казпочты делают колоссальную работу не только для жителей области, но и вообще для всей страны. Я очень рада, что вы сегодня пришли к нам в гости. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Пишите письма, оформляйте подписку. Казпочта гарантирует вам качественную доставку и предоставление качественных услуг.